Всем привет! В этой лекции мы рассмотрим, как работает Atomic Slob. Мы ранее рассматривали особенности и свойства, которые помогают обеспечить Atomic Slob. Ссылку мы оставим в описании. Сегодня же мы рассмотрим в деталях, как он работает. Что вообще такое Atomic Slob и для чего он нужен? Atomic Slob позволяет участникам двух независимых учетных систем обмениваться активами между собой без привлечения к какой-либо третьей доверенной стороны. Как вообще происходит обмен? Активы не могут покинуть границы одной учетной системы. Фактически, что происходит на самом деле? Atomic Slob подразумевает, что если права собственности на один актив меняют своего владельца, то аналогичный обмен происходит во второй учетной системе. То есть, либо в обеих системах произошло изменение владельца конкретного актива, либо оно не происходит вообще. Как это работает? Давайте рассмотрим на примере. У нас есть два участника, Алиса и Боб. Алиса владеет непотраченным выходом на сумму, например, 5 биткоинов. Боб, в свою очередь, владеет 20 биткоинами. И не хотят обменяться этими средствами между собой. Каким образом они могут это сделать? Atomic Slob, так же как и Payment Channel Solid Network, работает за счет функционирования хешлок тайм-контрактов. То есть, что нам нужно изначально сделать? Например, Алиса у нас выступает инициатором обмена, и она фактически должна сгенерировать секретное значение. И никому его пока что не раскрывать. Что происходит дальше? Алиса формирует транзакцию номер один. Что из себя представляет эта транзакция? На входы этой транзакции подается Алисон выход, которым она владеет. На 5 биткоинов. Выход транзакции содержит два условия его траты. Первое условие подразумевает, что монеты могут быть потрачены только если следующая транзакция будет подписана как Алисой, так и Бобом. Альтернативное условие предполагает, что Боб может забрать все эти монеты, если он разгласит секрет, сгенерированный Алисой. Отметим, что эту транзакцию пока что Алиса не может опубликовать в биткоин-сеть. Почему? Потому что если она это сделает, она рискует остаться без своих монет. То есть когда эта транзакция подтвердится, она может быть разблокирована только совместно Алисой и Бобом, либо Бобом, если он разгласит секретное значение. Фактически если на этом этапе Боб откажет взаимодействовать, то монеты будут заблокированы. Поэтому что делает Алиса? Она создает транзакцию номер 2. Что содержит эта транзакция? Вход этой транзакции ссылается на непотраченный выход транзакции номер 1. То есть фактически она требует, чтобы ее подписали оба участника сети. Как оба участника, как Алиса, так и Боб. Выход этой транзакции подразумевает, что монеты этой транзакции могут быть потрачены, могут быть возвращены Алисе спустя 24 часа. После того, как Алиса сформировала такую транзакцию, она отправляет ее Бобу. Поп ознакомляется с ее полями, проверяет, доподписывает своим секретным ключом и возвращает обратно Алисе. Теперь Алиса может отправить транзакцию номер 1 в биткоин-сеть. При этом, если... Так, давайте рассмотрим. То есть эта транзакция отправляется в биткоин-сеть. Как могут выполниться эти два условия. Если Боб узнает секретное значение, он может сразу фактически получить доступ к своим монетам. Если же Боб отказывается взаимодействовать, то спустя 24 часа Алиса может разблокировать транзакцию номер 1, транзакцию номер 2 и фактически вернуть себе монету. Что происходит дальше? Далее уже взаимодействует Боб. Он формирует транзакцию номер 3. Эта транзакция похожа на транзакцию номер 1. Единственное отличие, она будет отправляться в биткоин-сеть. То есть во входе транзакции указывается ссылка на непотраченные монеты Боба. Выход транзакции содержит два альтернативных условия. По первому, монеты могут быть разблокированы только совместно двумя сторонами. И второе условие подразумевает, что монеты могут быть забраны Алисой, если она разгласит секретное значение, которое она же сформировала на первом этапе. Так же, как и Алиса, Боб пока что не может отправить эту транзакцию в сеть. Поэтому он создает транзакцию номер 4, которая схожа с транзакцией номер 2. На вход транзакции в этом случае должны подаваться значения мультиподписи от Алисы и Боба. И по сути, эта транзакция говорит о том, что монеты возвращаются Бобу, могут вернуться Бобу по прохождению 12 часов. С момента публикования транзакции номер 3. Так, после того, как такая транзакция сформирована, Боб отправляет ее Алисе. Алиса смотрит, подписывает своим секретным ключом и возвращает ее обратно Бобу. После таких вот махинаций, Боб может отправить транзакцию номер 3 в систему, в Litecoin Network. И по сути, могут выполняться два из этих условий. Либо Алиса разгласит свое значение и потратит монеты этой транзакции. Либо, если она откажет во взаимодействии с Бобом, он через 12 часов сможет забрать эти монеты себе. То есть, в Litecoin сеть публикуется транзакция номер 3. Итак, после того, как обе стороны опубликовали транзакции, которые блокируют монеты в систему, они могут взаимно забрать свои монеты. Каким образом это происходит? Алиса видит, что в Litecoin сеть была опубликована транзакция номер 3. Транзакция номер 3 подразумевает, что она может забрать эти монеты, которые заблокированы, если она разгласит секретное значение, которое она же и сгенерировала. Так как она знает это значение, то фактически она отправляет следующую транзакцию, в которой разглашает свой сгенерированный ключик. То есть, таким образом она доказывает владение вот этими монетами, 20 Litecoin, и фактически она переводит их на свой собственный адрес. После того, как такая транзакция подтвердилась, Боб может забрать свои монеты в биткоин-сети. Каким образом? Если Алиса все-таки опубликовала такую транзакцию, она разгласила это секретное значение. В условиях транзакции номер 1 содержится, что Боб может забрать эти 5 биткоинов, если он узнает секретное значение Алиса. Он может его узнать из вот этой вот транзакции. После этого он отправляет аналогичную транзакцию в биткоин-сеть и забирает 5 биткоинов в себе. Почему атомарный обмен вообще называют атомарным? Давайте рассмотрим, что будет, если, например, Алиса откажется взаимодействовать с Бобом. То есть, если она не заберет монеты с транзакции номер 3, они автоматически вернутся на баланс Боба по прохождению 12 часов. То есть, если она отказывается взаимодействовать, через некоторое время просто монеты обратно отправляются своим владельцам. Если же она забирает свои лайткоины, то ей для этого необходимо опубликовать секретное значение. И это же секретное значение понадобится Бобу для того, чтобы он смог забрать свои биткоины. Какие важные нюансы стоит отметить? Для того, чтобы провести Atomic Swap между двумя независимыми дезентрализованными системами, фактически нужно, чтобы каждая из них, первое, поддерживала блокировку транзакции во времени, и второе, системы должны иметь унифицированный алгоритм хеширования. Для того, чтобы правильно задавать условия, которым должен удовлетворить секрет. Какая еще важная деталь? Важной деталью является, что время блокировки, которое задает инициатор Atomic Swap, должно быть гораздо больше, чем время блокировки, которое задает вторая сторона. Почему? Давайте рассмотрим, если и Алиса, и Боб в транзакциях номер 2 и номер 4 задали, ну, например, одни и те же самые значения по 24 часа. В этом случае Алиса имеет возможность украсть просто монеты Боба. То есть она дожидается 24 часа, то есть до последнего момента времени, после чего она опубликовывает свое секретное значение, то есть фактически забирает лайткоин монеты, после чего она сразу же отправляет транзакцию номер 2 в свою биткоин сеть. Если валидатор ее подтверждает, то фактически ее средства вернулись обратно ей на адрес, и она в это же время забирает лайткоин монеты от Боба. То есть важным требованием является, чтобы локтайм инициатора, вот транзакция инициатора был гораздо больше, чем локтайм, заданный контрагентом. Таким образом, в данном случае у Боба после того, как Алиса забрала его монеты, есть еще около 12 часов для того, чтобы иметь возможность забрать монеты Алисы. Вот, в принципе, так работает Atomic Swap. Внизу вы увидите детальную схему, еще раз как это работает, уже хорошо оформленную. Спасибо за внимание. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. До новых встреч.